Ну, засасывается, в принципе, все нормально. Птушок меня кусает, я не могу. Всем привет, я Эли Ди, и сегодня мы будем первый раз чистить аквариум, менять в нем воду. Также сегодня я наконец-то назову имя рыбки. Наконец-то я смогла выбрать, и вы узнаете, как теперь зовут мою рыбку. Аквариум у меня уже стоит почти две недели, поэтому пора его первый раз почистить. Но я буду делать это вообще первый раз в своей жизни, поэтому это может быть смешно. Джиночка пойдет на место. И мне еще понадобится сифон, вот такое приспособление для того, чтобы одновременно и чистить дно, и, соответственно, менять водичку. Как мне показалось, этот сифон нужно помыть, прежде чем его использовать, он какой-то липкий, так что я, наверное, его пойду помою. Я очень долго мыла этот сифон, потому что, когда я его вот так трубочку раздвинула и увеличила его в размере, остался какой-то клей. Мне так показалось, что это клей, он достаточно неприятный запах имел, прям вот текстура какая-то клейкая, что ли. И мне пришлось тщательно мыть, потому что я подумала, что для 20-литрового аквариума, мне кажется, концентрации клея будет многовато. Ну что, мы приступаем к чистке грунта. Джинка, будешь мне помогать? Так, открываю крышечку. Привет, мой друг, привет. И опускаю на дно. Петушок меня кусает, я не могу. Так, он прямо не хочет отплывать. Пока петушок кусает мой палец, я тем временем сейчас начну чистить дно. О, я прямо вижу, как мусор туда засасывается. Да, вон мусор прямо поднимается, я вижу. На растениях образовалась какая-то такая паутина. Я даже не знаю, что это, но, в общем, это грязь. Поэтому около растений стоит тоже попылесосить. Да, их надо, короче, вот так вот немножко потормошить, потормошить. И запускать процесс, потому что они начинают отлетать. Правой рукой я открываю или закрываю трубочку стифона. Вода выливается. Закрываю, перестает выливаться. Ну, засасывается, в принципе, все нормально. А петушку вот все надо прямо вот рядом присутствовать. Вот нет, чтобы отплыть куда-то и подождать, пока я почищу. О, на звездочках тоже немножко грязи было. Вот этой тины, которая упала. Немножечко почистить ее тоже. У меня пока искусственные растения, ребят, я пока не знаю, как мне, какие мне нужны настоящие растения в аквариум. Сильно ли они нужны петушку? Ну, вот я не знаю, посоветуйте какие-то растения, которые просты в уходе, подходят для конкретно моего аквариума. Так, я, кажется, тут одно растение случайно вынуло из грунта. Петушку вот все, внимание, должно быть. О, нормально, вроде встало растение, хорошо. Ну, в общем-то, я уже откачала достаточно воды, почистила грунт и еще почистила растения от вот этой паутины. В принципе, стало их меньше. И сейчас, в общем-то, я должна долить сюда воды чистой. Помимо этого, нужно еще учесть, что, как правило, после чистки поднимается очень много грязи со дна, но постепенно это приходит в норму буквально в течение нескольких часов. Посмотрим, что будет. Все. Этому достаточно. Так, сливаю воду. Все в ведро. Отлично. Теперь доливаю сюда воду. Потребуется еще вода. Так, где рыбка? Аккуратненько. Да, этого достаточно. Таким образом, аквариум я почистила. Теперь по поводу того, как я назвала рыбку. Спасибо всем, кто присылал ваши варианты имени для рыбки. Писал в комментариях. Спасибо. Я посмотрела, почитала, поняла, что очень многие из вас предлагают назвать рыбку Немо. Тем более, что это аквариум в стиле и по мотивам диснеевского мультика в поисках Немо. Поэтому я прислушалась к вашему мнению и назвала рыбку Немо. Так что теперь у меня живет бойцовая рыбка или по-другому петушок по имени Немо. Да, Джинки тоже, кажется, понравилась. Кстати, на моем канале вы можете также увидеть ролик о том, как я первый раз запускала, собирала этот аквариум. А также еще есть объявление о розыгрыше такого же аквариума, как у меня, только кораллового цвета с русалочкой. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, я буду очень рада. Тоги только 30 октября, еще успеете принять участие. Кстати, этот аквариум вот стоит снизу. Аквариум Ариэль. Подписывайтесь на мой канал о питомцах, жмите пальчик вверх и увидимся с вами скоро.